и всем привет друзья вы на канале sky top games с вами иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайним космосу вселенной мира space engine друзья наверное многие из вас уже знают что буквально сегодня вышло обновление на space engine что конкретно настало ну во-первых версия приобрела свой новый порядковый номер 0 990.40.1810 и что же здесь нового появилась но обновлены звездные каталоги обновлена система цветов и черных оттенков исправленные баги с проваливанием и застреванием в некоторых телах и планетах исправлены некоторые ошибки панели управления панель у меня тоже бывало исчезала сама сама собой куда-то я не понимал в чем дело хотя было все настроено хорошо что коснулась самое такое наверное важное коснулась графики друзья скажу так что многие уже наверное скорее всего не смогут просто запустить игру на старых пк 57 летней давности выпуска либо будут тормоза ребята графики конечно коснулась здесь очень таки нормально сейчас я вам покажу появилась три таких интересных планетария на которые мы сейчас с вами все это увидим рассмотрим графически конечно стало наиболее впечатляюще даже это больше бы наверное подошел подошло для vr скорее всего вот программу opengl пофиксили до высшей версии opengl 44 в общем так друзья давайте посмотрим вот наш планетарий и загрузим три новых таких локаций которые здесь появились у меня сегодня это сочные цвета nice colors smile какой-то непонятный я еще не знаю что это и вот это вот планета я так понимаю какая-то раскаленная планета что это я не знаю ну что ж давайте начнем наверное вот с этого как нам и говорили что появились сочные цвета о нифига себе посмотри как это выглядит великолепно да на самом деле оттенки конечно и блеск просто потрясают взгляд если вот на все это смотреть через веер конечно это будет очень классно очень круто посмотри как отсвечивает до свет солнца падает на планету я так понимаю это у нас что за планета вообще прохладная пустынная аквария и рядом находится еще и прохладный нептун две планеты расположились рядом с друг с другом да отблеск конечно от звезды я его солнцем до назвал их что-то я не помню отблеск от звезды конечно такой впечатляющий даже я бы сказал посмотри как ложится свет от звезды на диск до на кольца этого прохладного нептуна просто завораживает так а если нам немножко повернуть камеру да это впечатляюще посмотри мы отводим взгляд от звезды планета у нас это так подождем атмосферное давление давление не то пустынная аквария блин а где здесь у нее температура температура минус 90 то есть там смотри видно да если мы поворачиваем свой взгляд на темную сторону то здесь видно у нас что эта сторона у нас охлаждена для охлаждена как она заморожена даже наверное скорее всего видишь она дает такой белый блеск ледяной что ли я не знаю а здесь у нас раскаленной поверхности мы видим вот такой вот такую картину я бы даже сказал так ну давайте попробуем так подожди давай уведем свой взгляд дальше немножко уведем дальше кстати подожди вот это вот это у нас галактика прорисовывается то есть да цвета и оттенки все поменялось конечно ребят скажу так что вы можете вы можете не знаю вот у меня по-моему даже нет у меня по моему нету тормозов вроде бы нормально но если будут какие-то небольшие тормоза чтобы у вас все запускалось и работало в норме вы можете откатить игру до старой версии до последней версии так ну я вижу да прекрасно здесь конечно все посмотри как все это выглядит впечатляюще просто впечатляющее облака да вот что я и говорил в некоторых своих видео облака немножко не доделаны были в плане того что они казались какими-то не знаю деревянными не было расплывчатой расплывчатости то есть они были сделаны как-то не очень мягко но теперь можно посмотреть что все это выглядит очень впечатлили впечатляюще даже если представить мы бы летели на космической станции да на всемирные пролетали бы здесь то точно такое же бы реальный взгляд я скажу реальный такой визуальный да взгляд на планету то есть хотя хотя вот здесь я вижу какие-то линии еще до сих пор непонятное что за линии так ну и кстати поверхность сразу же прорисовывается намного четче лучше так вот это вот смотрится конечно очень классно вот этот все на фоне вот этого газового гиганта так ну сейчас мы тогда давайте опустимся на поверхность давай ускоримся вот так вот и мы уже на поверхности поверхность прорисовалась довольно таки быстро это очень хорошо раньше были даже какие-то фризалаги связанные вот ну нет но вот сейчас конечно на все это можно смотреть с большим не знаю удивлением смотрится намного лучше и вот да я вот говорил вам про облака посмотри видишь они теперь не такие вот как просто деревяшки кучи такие накиданные летают сами по себе не знаю статичные даже я бы сказал нет уже статичности такой нету на горизонте просто обалденный такой смотри оранжевый такой горизонт у нас да ну конечно же на газовый гигант вид здесь классный так давай я сейчас промотаю наверное время я сейчас ускорю время ага и у нас смотри звезда заходит кстати за этот газовый гигант и сейчас будет даже затмение солнца я тебе скажу можно ускорить давай немножко ускорим чуть поменьше посмотри как прорисовывается диск да смотри и полное затмение обалдеть шикарно но здесь по моему на планете нет атмосферы да или по моему нет по моему она есть все таки вот и вокруг планеты да вот диск вот этот появляется такой яркий желтый классно так давай ускорим время давай ускорим время и дождемся когда у нас звезда будет выходить из-за газового гиганта все-таки сделано да потрясающе ох как бы у меня бы не стал бы тормозить в будущем мой ох какой яркий свет мой пока после таких справлений фиксов и всего прочего так ну давайте наверно сейчас мы выберем опять планетарий загрузим следующую систему вот эта система смайл смайл почему она называется смайл но наверное смотри либо вот это вот похоже на рот вот это два глаза это я не знаю или этот третий глаз так что у нас здесь по расположению это у нас три луны ого посмотри звезда оранжевый гигант это у нас так это у нас все это что это три планеты до 3 планет они две планеты и рядом расположены две стой не перелететь две луны но сейчас конечно мы мы с вами опустимся на поверхность не так быстро примерно вот так мы уже на поверхности цвета конечно да играют уже совсем по-другому то есть даже где-то можно отвести взгляд ты увидишь тени в поле в темное место ты посмотришь увидишь тени на поверхности если будешь рассмотреть на прямо на звезду то конечно тебя просто будет вот так слепить так ну а где у нас эти еще две планеты которые мы видели сейчас подожди давай отдалимся давай отдалимся наш смайл так называемый такс подожди а вот они наверное вот они две планеты рядом с друг с другом классно сейчас мы это закроем переливание конечно до цвета здесь тоже играют сами смотри смотри как они играют видишь переливание то есть выводишь взгляд от яркой стороны и более прорисовывается темная сторона так подожди а у них же у них же есть луна да если я не ошибаюсь у них есть вот та самая луна по моему вот она нет 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 это планета подожди нет ну а где где луна то вот она наверное да у на да вот она самая луна подожди там можно было такой интересный интересное движение планет посмотреть сейчас на работу это ближняя луна я сейчас к ней перелечу да чтоб тебя ну подожди стой вот здесь да давай тогда мы даже на поверхности этой луны сейчас посмотрим за движением за движением вот этих двух планет где они у нас вот эти две планеты и сейчас мы ускорим время и мы должны увидеть удивительное такое вращение планет посмотри вот все таки до цвета графика стала намного 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 красивее конечно же намного все сложнее теперь посмотри переливание до колоссальная вращение планет и мы видим как свет от звезды постепенно проходит по планетам классно так ну давайте последний посмотрим планетарий так загрузка вот это вот непонятно что это такое да прогружаться кстати тоже до стала намного дольше звезда звезда журавля 2 дожди звезда журавля о и посмотри как прорисовываются планеты то есть если мы смотрим прямо на звезду мы ничего конечно же не увидим но если будем уводить свой взгляд и вот так вот у нас прорисовываются две планеты они кстати по моему очень находятся близко к этой звезде они скорее всего у нас раскалены до температура здесь по полторы здесь вообще две с половиной тысячи градусов здесь полторы тысячи так подожди эти планеты вообще с этих планет должно срываться вся материя да вот этот белый такой свет раз подожди наверное надо отдалиться до планеты по моему просто испаряются так ну давай-ка сейчас мы тогда опустимся сюда на поверхность прилетим к объекту но это венера раскаленная опять же венера здесь ничего не будет хотя почва да вот грунт почва грунт видно и посмотри он растрескавшийся обалдеть здорово сделано да а а а вот это впечатляет вот этот взгляд вот этот посмотри это просто потрясающе так мне да конечно понадобилось бы наверное одеть черные очки наверно хотя они меня бы здесь особо то не спасли я думаю так и нужно посмотреть наверное на заход этой звезды на закат да вот такой вот да планета конечно раскалена и посмотри вот ты посмотри только на горизонт обалденный оттенок все да вот примерно так конечно да небо стало выглядеть наиболее потрясающим здорово все здорово сделано да я согласен ну что ж друзья всем кому понравился данный выпуск ставим пальчик вверх подписываемся обязательно на канал жмем колокольчик дабы не пропускать новые видео и помните друзья космос и вселенная бесконечно и мы только начинаем в нем свое путешествие всем пока друзья пока пока